В ООН обеспокоены ситуации с правами верующих в Украине. На заседании в Женеве представители организации призвали Киев обеспечить им надлежащую защиту. В последнее время зафиксированы сотни случаев захвата храмов. Кто и зачем это делает в нашем материале. Последние годы захвата храмов в Украине стали делом обычным. В селе Птичь и Ревненской области конфликт длится три года. Представители Киевского патриархата вместе с бойцами правого сектора врываются в храм Успения Пресвятой Богородицы. Возле церкви постоянные провокации, которые практически всегда заканчиваются потасовками. Все это время верующие УПЦ пытаются отстоять свои права на храм через суд. Подобная ситуация и в селе Катериновка, это Тернопольская область. Неизвестная ломает центральные двери церкви святого великомученика Георгия. Храм занимают сторонники Киевского патриархата. Верующие УПЦ внутрь попасть не могут. На форме парней, которые блокируют вход, нашивки все того же правого сектора. Несколько десятков правоохранителей просто наблюдают за конфликтом. Это тоже Тернопольская область, село Колосово. После крестного хода и богослужения в местном храме Иоанна Богослова проходит собрание. Якобы по поводу перехода в Украинскую православную церковь Киевского патриархата. 50 молодых людей в камуфляже и балаклавах мгновенно окружает церковь. К ним присоединяются и местные сторонники Киевского патриархата. Срезав замок на двери, они врываются в помещение. А это уже при Карпатии, село Старый Гвоздец. Сторонники Киевского патриархата самовольно проникают в Свято-Успенский храм. В то время, как несколько десятков полицейских блокируют вход, не позволяя верующим Украинской православной церкви войти в церковь. Обеспечить права верующих УПЦ призвали Украину в ООН. Там накануне состоялось заседание рабочей группы по правам человека. Все представители государств-участников заседания выразили свою поддержку на международном дипломатическом уровне общинам Украинской православной церкви.